Продолжение праздника Радхаятры, лекция Прабхупады и передача теленовостей в Филадельфии 1985 год. Продолжение следует... 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 Затем, в 1966 году, это общество было официально зарегистрировано в Нью-Йорке. А с 1967 года это движение распространилось по всей Америке, Европе, Канаде. Южному Тихоокеанскому побережью, в Австралии и по всему миру. Я немного расскажу вам об этом движении, сознании Кришны. Кришна, это слово означает «все привлекающий». Кришна привлекает каждое живое существо, не только людей, но даже животных, птиц, пчел, деревья, цветы, плоды, воду. Такова картина Вриндауна. Мы находимся в материальном мире, у нас нет опыта духовного мира. Но мы можем получить некоторое представление о том, что такое Дух и что есть в материи. Просто попытайтесь понять разницу между живым человеком и мертвым телом. Мертвое тело означает, что как только живая сила в теле исчезает, тело превращается в мертвую и бесполезную материю. Но пока в теле пребывает живая сила, тело очень ценно. Итак, опыт говорит нам, что это тело представляет собой как мертвую материю, так и живую силу. Подобным образом, есть два мира. Материальный мир и мир духовный. Мы живые существа, каждый из нас принадлежим к духовному миру. Мы не принадлежим к материальному миру. Так или иначе, мы теперь связаны с этим материальным миром и материальным телом. И хотя мы являемся вечной живой силой, вследствие нашей связи с этим материальным телом, мы вынуждены испытывать четыре вида страданий — рождение, смерть, болезнь и старость. Нам приходится это терпеть. В этом материальном мире мы получаем один тип тела за другим, которые умирают в определенное время. Например, любой материальный объект. Возьмем, к примеру, вашу одежду. Вы носите определенную одежду. Но когда она изнашивается, ее уже нельзя носить. Вы выбрасываете ее и покупаете новую. Подобным образом, это материальное тело является одеждой живой силы, души. Но в силу своей привязанности к этому материальному миру мы хотим наслаждаться им. Поэтому получаем разные тела. В Бхагавад-гите это называется машиной. Это тело на самом деле машина. В Бхагавад-гита говорит, Итак, мы, живые существа, желаем. Человек предполагает, Бог располагает. Бог очень добр. Он исполнит любое ваше желание. Хотя Он говорит, что эти материальные желания никогда не удовлетворят тебя. Но мы хотим. Поэтому Бог, Кришна, обеспечивает нас разными телами, чтобы исполнять разные наши желания. Это называется материальной обусловленной жизнью. Мы меняем тела в зависимости от своих желаний. Это называется эволюционным процессом. Путем эволюции мы оказываемся в человеческой форме жизни, пройдя через много миллионов других тел. Мы проходим через 900 тысяч видов обитателей вод. Также 2 миллиона видов растений, деревьев. Так природа приводит нас в эту человеческую форму жизни, чтобы развить или пробудить наше сознание. Природа дает нам возможность. Итак, что же ты хочешь делать? Теперь ты обрел развитое сознание. Ты опять хочешь опуститься в животные формы жизни? У нас есть 57 книг, чтобы убедить философов и ученых. Если вы хотите узнать о значимости этого движения путем науки и философии, то у нас достаточно материала для вас. Но в сущности это просто, очень просто. Просто пойте эту мантру. И все вам откроется. Это мантра Хареи Кришна. Мантра Хареи Кришна очищает ваше сердце. А ведь наше сердце, наш ум или сознание в настоящий момент покрыты слоем грязи. Итак, если мы повторяем эту мантру Хареи Кришны, то очистимся от этой грязи. Тогда мы сможем увидеть, кто я, каково мое положение, какова цель моей жизни, что я должен делать. Только человек может задавать такие вопросы. Собаки и кошки не могут. Но у человека это может очень хорошо получаться. принимая этого внимания, вы обнаружите, что эти молодые люди не только из вашей страны, но и из других стран также. Из Африки, Австралии, Канады, Европы, Азии. Отовсюду. Как только они понимают эту философию, они присоединяются к этому движению. Это не очень сложно. Мы не берем никакой платы. Мы не продаем мантру Хареи Кришна. Мы поем ее повсюду. Вы видели это на этой Радхаятре. Наш единственный метод это повторение Хареи Кришны. А эти тысячи людей следуют этому пути, просто повторяя мантру Хареи Кришны. Итак, вы можете понять, какова сила этой мантры Хареи Кришны. Мы ничего не платим вам, дамы и господа, чтобы вы следовали за нами. Мы просто повторяем Хареи Кришна. Эти слова очень могущественны. Наратамдаст Хакур, великий Ачаря Сампрадай Ващнавов пел так. Это движение Хареи Кришна или повторение Хареи Кришна не является чем-то материальным. Поэтому вы никогда не почувствуете усталость от повторения Хареи Кришны. Вы можете убедиться в этом на практике. Вы можете продолжать повторять 24 часа. Вы не будете чувствовать усталость. Поэтому говорится, этот звук исходит из духовного мира. Так же, как вы принимаете материальную звуковую волну издалека, пользуясь радио или телевизором, есть прибор, позволяющий принимать звук духовного мира. Этот звук мантра Хареи Кришна. Но я настолько несчастен, что не испытываю никакого влечения к повторению этой мантры Харе Кришны. Самсара, этот материальный мир, очень неудобное место. Все постоянно пребывают в беспокойстве. Каким бы богатым вы ни были, каким бы могущественным, вам приходится испытывать беспокойство. Вы можете это понять, поскольку ваш президент Никсон, сколько беспокойств ему пришлось испытать, когда весь народ захотел его отставки. Итак, этот материальный мир означает, в каком бы положении вы ни находились, неважно, здесь полно беспокойств. Он называется бушующим пожаром, который все время сжет сердце. Если вы хотите избавиться от этого неловкого, беспокойного состояния, вы должны принимать эту мантру Харе Кришны. Такова наша просьба. Вы можете попробовать и увидите практический результат. Это вам ничего не будет стоить. Вы ничего не потеряете. Наша единственная просьба сложив ладони, мы смиренно умоляем вас. Мы просто просим. Таков путь. Мы не устраиваем никакой давки. Вы видите, в нашей процессе идет три часа. Никакого насилия, грубости. И полиция вашей страны, они очень признательны, поскольку у них есть опыт, что во время шествия происходят столкновения и беспорядки. Толпа все сметает, говорят они, но эти люди не такие. Итак, это движение сознания Кришны. Вы уже приняли его. Ваша многочисленная молодежь. Поэтому мы просим. Мы пользуемся случаем пригласить вас. Наша единственная просьба повторяйте мантру Харе Кришна и вы будете чувствовать большое счастье. Беспокойства уйдут. Затем вы можете заняться своей работой. Не столь важно, что вы делаете. но повторение этой мантры Харе Кришна сделает вас еще более счастливым, свободным от материальных беспокойств. И если мы продолжим этот путь, то нам будет все понятно в духовной жизни. мы без труда вернемся домой к Богу. Я хотел бы немного объяснить происходящее здесь. Здесь вы видите Джаганнатху, Балараму и Субадру. Это Кришна, его старший брат и его сестра Субадра. В Индии есть место примерно 100 километров к северу от Дели. Вы слышали название Дели? Это место называется Курукшеттра. Оно считается святым местом, местом паломничества. И люди до сих пор собираются там, особенно во время затмений солнечных и лунных. Однажды, пять тысяч лет назад, случилось солнечное затмение, и все люди из всех уголков Индии собрались на Курукшетре. Кришна в то время был принцем Двараки. Он также приехал туда со своим старшим братом и сестрой. В детстве Кришна воспитывался как приемный сын Махараджи Нанды и матери Ишоды во Вриндауне. Затем, когда он подрос, эту историю можно прочесть в книге о Кришне. Кришна был любимцем, всеобщим любимцем Вриндавана. Когда он покинул Вриндаван, то все его обитатели очень опечалились. Поэтому, когда Кришна приехал на Курукшетру из Двараки со своим братом и сестрой, до обитателей Вриндавана донеслись новости, что Кришна собирается на Курукшетру. Вриндаван находится примерно на том же расстоянии от Дели. Курукшетра дальше. Они приехали туда, чтобы увидеть Кришну, которого так любили. И та, кто любила его больше всего, Шимати Радхарани, попросила Кришну, ты тот же Кришна, а я та же Радхарани, но место не то. Здесь, на Курукшетре, ты окружен царской роскошью, а мы приехали из деревни. не мог бы ты снова приехать во Вриндаван. Такова была просьба Радхарани. Это очень экстатическое переживание, и преданные могут насладиться им. мы отмечаем это событие каждый год в разных городах западных стран. В настоящее время мы проводим эту церемонию в Лондон, в Сан-Франциско, в Чикаго, в Филадельфе, в Буфало, в Мельбурге. это очень эмоциональный праздник. Я сердечно благодарю вас за то, что вы пришли сюда. Попытайтесь понять нашу философию. Вы все образованные юноши и девушки. У нас есть 50 книг. Читайте их и попытайтесь понять. Отнеситесь к этому очень серьезно, и вы будете счастливы. Спасибо им большое. Сан-Франциско, имя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поехали. Вот это было о том, что я не могу, но это не просто. Пойду. Я знаю, что так. В то время пробелся, что это не так. Это был показатель для уменьшен и исключительных людей, так же, на мировой случае. Он был дружотник. Сама по-русски-мансы лет, если не ступень, в том, что Саминилси, олимпи, олимпи и мастерстве. Мы так рады, что придется в ответ на таблице. Продолжение следует... Продолжение следует...